Но теперь еще одно смертельное ДТП. На этот раз участие мотоциклиста. В Слободском районе водитель Митсубиси выскочил на обочину и сбил мотоцикл Лифан. Пострадавшего экстренно доставили в больницу врачи. До последнего боролись за его жизнь. Но травмы оказались серьезными. Мужчина скончался. Подробности этого и других ДТП за выходные в обзоре аварий. Авария произошла 10 апреля почти в 8 утра на 663-м километре дороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Это Слободской район. По предварительным данным, 44-летний водитель Митсубиси АСХ не справился с управлением. Машина выехала на обочину и врезалась в стоящий мотоцикл Лифан. От удара оба транспортных средства отбросила за пределы дороги. 69-летний мотоциклист получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу. Но там мужчина скончался. Сейчас по факту смертельного ДТП следователи проводят проверку. В Куменском районе произошло ДТП с участием одного автомобиля. Это Hyundai Solaris с наклейками «такси». По предварительным данным, 32-летний водитель выехал в Кювет и перевернулся. Травмы получили двое. Это вероятный виновник ДТП и его 32-летний пассажир. По информации ГИБДД пострадавших госпитализировали. В Кирове на улице Профсоюзная в ДТП попали две машины. По предварительным данным, водитель 15-й модели ВАЗа поворачивал налево и в него врезался встречный Ford Focus. В этой аварии травмировались два пассажира «Лады» – 7-летняя девочка и 60-летняя женщина. Как уточнили в госавтоинспекции, госпитализация им не потребовалась. А теперь авария с участием пешехода. По предварительным данным, на перекрестке улиц Сваровского и Производственной водитель «Шкоды Кодиак» поворачивал налево. Во время маневра он сбил 18-летнюю девушку. Пешехода с тяжелыми травмами увезли в больницу. Скорее всего, разбираться в деталях аварии будут следователи. Сергей Пичугин. Место происшествия. Продолжение следует...